Всем привет привет вы на канале вот гсн сегодня мы с вами обсудим вопрос того как фармит супер хеллкет я не буду вдаваться в технические подробности по данной машине я просто заеду на три катки заработаю серебра все три катки просуммирую и разделю на 3 таким образом я получу среднее количество серебра которое вы готовы точнее которую вы сможете вывозить за бой на данной машине если вы встретите статистический игрок если вы не скилловый игрок вы не статист вы не пасете там постоянно задних для того чтобы набить максимальный урон по засвету своих союзников если вы не имеете 70 80 я не знаю там процентов побед если ваша процентная шкала танцует в районе 50 процентов побед но это ваша реальная честная статка я не являюсь скилловым игроком я не играю в танки круглосуточно для меня танки это больше развлечения чем работа и я не расстраиваюсь когда я проигрываю поэтому я и не слежу абсолютно за своей статистикой за средним уроном и так далее вообще ребят у каждого свои предпочтения и относитесь с пониманием тем кто не разделяет ваших предпочтений то есть если вы статист пожалуйста будьте статистом если вы от этого ловите кайф да бог вам в помощь главное чтобы вы при этом не бросались фекалиями в тех кто от этого кайфа не ловит так хелкет точнее супер хелкет что собой машинка представляет обзор на нее у меня есть на канале и вообще у этот обзор это и есть начало моей истории мое знакомство с хелкетом я приобрел его когда он был по скидке с машинкой т28 они шли тогда в паре я решил эти две машины себе взять вот там есть первые катки на данном аппарате которые я сделал насколько они были успешными не успешными можете посмотреть насколько было приятно или неприятно отыгрывать на данной машине короче говоря первое впечатление знаете такое может даже с блинами комом ну а на данный момент хелкетик я периодически выкатываю из ангара мне эта машинка нравится она мне нравится своей ну прям очень хорошей подвижностью единственное чем она мне не нравится она мне не нравится своей очень большой такой картонностью до вот яркой картонностью до кд у машинки довольно классная прикольная точностью орудия точно как бы довольно таки веселая я не буду сейчас ускорять время перезарядки потому что мы все таки играем за то чтобы как можно больше нафармить соответственно если я сейчас буду тратить на то чтобы быстрее перезарядиться соответственно меньше будет заработанная сера и так досматриваем данную каточку и будем с вами смотреть на результат по серебрушке и соответственно забрасываться в следующий бой итак ребятки смотрите бой закончился с результатом 1370 единиц нависенного урона знак классности 3 степени это далеко не все что может хелкет это я вам честно говорю что касается серебрухи без учета премиум аккаунта 23000 серы запрыгиваем следующий бой катаем его берем результат и прыгаем в следующий вообще хелкет машинка довольно таки веселая вот мне чем нравится играть на хелкете это тем что у него безусловно довольно хорошее кд согласитесь в пять секунд просто таки шикандосно у него довольно классное хорошее точное орудие у него поворачивающаяся рубка это тоже довольно удобно в бою да у него нет брони у него есть очень хорошая подвижность которая меня всегда честно говоря радует насколько эта машинка заходит прям всем игрокам но не знаю навряд ли всем игрокам она будет заходить да и тем более лишним подтверждением того что есть люди которым эта машина не нравится является тот факт что когда я разместил свой обзор на данную машину многие написали свое мнение по поводу того что данная машинка ровным счетом ничего не стоит что это фуфло что даже проходной хелкет этот повеселее будет короче говоря знаете сколько игроков столько мнений и спорить со всеми но как бы глупо потому что мнение оно есть мнение и его высказывают именно для того чтобы этим мнением поделиться особенно если это мнение обоснованно ну тогда она вообще дорогого стоит пускай даже но идет в разряд вашему убеждению мне же честно говоря машинка нравится вот нравится мне бодренько передвигаться на ней по карте до пускай там не ламборгини и не феррари но едет довольно таки шустренько сваливать позволяет в случае необходимости единственное что я вот сейчас играю хелкет и у меня такое ощущение что когда я приобрел данную машину она ехала как-то немножечко бодрее но это может быть мое субъективное впечатление по машинке ну а вы посмотрите по ссылочке в конце видео мой обзор на машину ну и сами можете заценить как она тогда перемещалась действительно ли есть ощущение того что раньше она по карте но прям летала гораздо быстрее чем сейчас так вот сейчас как-то так странно получается вроде бы у нас все весело было и все классно получалось а в итоге сейчас получается так что мы уже в меньшинстве да пускай не с сильным таком прям архи страшно в меньшинстве но согласитесь меньшинство она всегда неприятно так смогу выцелить не смогу уже хорошо не супер конечно но хорошо так не люблю такие вот моменты когда не хватает буквально какой-то крапальда братью соперника для того чтобы вынести его в ангар настолько как-то грустно и неприятно от этого становится прям ужас ужасный так надо уезжать но сейчас ради победы я лучше потрачу серебруху согласитесь это будет гораздо выгодней чем экономить серу на том чтобы ни в коем случае не ускорять перезарядку так как бы мне помочь и самому не слиться блин как не повезло как же все таки не повезло так м6 но в любом случае а мx навряд ли меня вынесет учета заряд прочности немножечко есть если у меня получится то что я хочу сделать так ну и вот видите не хватает немножко перезарядки для того чтобы его добрать я надеюсь на то что что таки сыграет позитив молодец читошник смотрим на результаты боя смотрим на результаты по нанесенному урону обязательно сейчас прыгаем в следующую каточку ну и соответственно будем делать потом итоговые подсчеты будем грубо говорить 2000 нанесенного урона один фраг знак классности второй степени что касается серы без учета премиум аккаунта 29000 записали ну и соответственно прыгаем в следующую третью катку по результатам которой будем уже смотреть сколько суммарно в среднем без учета премиум аккаунта без учета включенных бустеров там всего остального вы сможете вывозить на данной машине если ваши бои будут складываться так как они складываются сейчас у меня но и соответственно если вы играете так как играю я так смотрим кто куда самому на хелкете ни в коем случае нельзя оставаться у вас обязательно должны быть союзники которые будут вас прикрывать по одной простой причине потому что вы дикий просто дичайший картон который вынесут при первой возможности ну и прям труда это абсолютно никакого не составит и своей эльфой в 200 с копейками вы будете конечно пытаться отстреливаться но поверьте особо это ничего не зарешает так ну давай к в 4 чуть-чуть протянись вперед красавчик молодец спасибо помог стал прям в самом нужном месте умничка ладно стоит здесь со своими углами склонения которые вообще никакущие никудыш не а я же попытаюсь куда-то перекинуться на другое направление потому что стоять там как бы вообще не вариант так едем отсюда как можно быстрее не хочу я оставаться с кого 4 двоих наших уже вынесли я так понимаю что в принципе особо хорошего чего-то от этого боя мне ждать не придется так отходим 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 будем надеяться на то что это 15 сейчас поразбирает немножечко в корму уже хорошо ну да не сильно весело доберу нет нет не доберу добрали меня быстрее ну окей как сыгралась так сыгралась выбрасывать мы ничего из обзора не будем досматриваем бой смотрим на те никудышные результаты по серебру которые сейчас будут по результатам боя ну и соответственно будем с вами подпевать итоги итак ребят накидали 940 единиц урона я считаю что это мало безусловно мало ну вот так бой сложился смотрим на результаты по итогам по серебрушки как-то очень быстро проскочила вернемся назад итог по серебру всего одна тысяча но давайте будем откровенными и ее мы в любом случае себе добавим я думаю что это будет честным и справедливым хотя особо она не зарешает делим на три боя и мы получаем что в среднем вы будете вывозить на супер хеллкете в виде серебра без учета премиум аккаунта и подобных всяких вещей улучшающих вашу серебряную результативность в районе 17 с половиной тысяч серы да безусловно если вы будете играть чутка лучше будет лучше но на супер хеллкете не так уж и часто получается отыгрывать прям совсем имбово и я заметил что когда я купил данную машину и в обзор мой это показывает хеллкет игрался абсолютно как-то по-другому он был веселее он был бодрее и он как-то вот получше всех разносил сейчас же он становится каким-то таким знаете довольно таки унылым куском картона который не сильно альфово откидывает да точное классное орудие хотя перезарядки очень часто не хватает буквально там какой-то пол секунды секунды ну короче говоря вот так в целом ребят мое скромное мнение что на хеллкете вы будете вывозить без према и всего остального где-то в районе от 20 до 25 тысяч за бой в среднем если не будет вот таких вот упоротых каких-то там ситуаций в которых вас разобрали в которых вы недолго прожили и так далее в общем тогда когда вы сможете с вашей картонностью реализовать ваш но я бы не сказал что имбовый но все-таки имеющиеся у него дпм смотрите танчик 7 уровня и чтобы не быть голословным дпм у него 2 700 согласитесь довольно таки неплохо просто альфа маловатая но и соответственно за счет этого прям много накосить у вас не получается поэтому ребят в отношении супер хеллкета это был честный обзор на то сколько он фармит и если это вас устраивает или вы можете на нем лучше по вашим ощущениям соответственно данная машинка довольно таки будет интересно вам но если вы играете так как играю я то навряд ли супер хеллкета имеет смысл брать для того чтобы на нем конкретно фармить может для какого-то фана для какого-то интереса если вы любите часто стрелять пускай с не очень большим ну как бы не коэффициентом не коэффициентом с не очень большой цифрой альфы за один выстрел но вам нравится точное орудие да тогда хеллкет этот безусловно для вас возвращайтесь на канал подписывайтесь по ссылочке в правом нижнем углу буду вам безумно благодарен на моем канале вы найдете исключительно честные не купленные никем не проплаченные обзоры на машины и товары в магазине руками и глазами человека который среднячком играет в танки и я это признаю попытайтесь пожалуйста не бросаться фекалиями в комментариях а если есть что добавить безусловно пишите и обязательно отвечаю абсолютно всем всех благ всего хорошего вам мира и спокойствия